У него не было специальной боевой подготовки, только общие навыки. Вячеслав Евскин занимался расследованием экономических преступлений. В Чеченскую республику поехал в командировку. Тогда каждое силовое ведомство направляло своих специалистов, оперативников, следователей. Пришла разнарядка ФСБшная в командировку. Пришли в отделе и сказали, кто поедет. Давайте будем кидать монетку, предложили ребята. А Слава встал и говорит, не надо чего кидать, я поеду. Павел Покусаев в середине 90-х возглавлял Анапский отдел ФСБ. Хорошо помнит тот день, когда Евскин отправился в Чечню. Там уже чувствовалась подготовка к нападению. На пару дней соседние дома покинули местные жители. Атака началась, когда все находились в общежитии. Евскина задело из крупнокалиберного пулемета. Он попросил оставить ему гранаты, остальным приказал отходить в сторону управления, которое было хорошо укреплено. Товарищей он спас ценой собственной жизни. Честность, порядочность, открытость, откровенность абсолютная. Ну и такое свойство привлекать к себе людей, приятным быть в общении. Сначала боевики попросили за тело 10 тысяч долларов. Но узнав, что это сотрудник ФСБ, увеличили сумму в 10 раз. Уже начали собирать выкуп, однако сослуживцам Евскина удалось отбить тело товарища в ходе специальной операции. Муниципальные власти подчеркивают, что для города воинской славы вдвойне важно хранить память о таком значимом подвиге. Очень радует, что сегодня в Анапе очень мощное военно-патриотическое движение. Мы видим здесь настоящих патриотов Анапы, молодежь, наших общественников, тех людей, которые служили, знали Вячеслава Михайловича. Настоящий герой, память о котором должна сохраняться в веках. Выполнил свой долг и, кроме того, он проявил настоящую волю к победе и показал, насколько сильно русское оружие. Он командир, поэтому он нес ответственность за своих подчиненных. И он принял правильное решение, потому что так его воспитала наша родина, отчизна. Спасибо Вячеславу самому, что он исполнил свой долг воинский до конца, как офицер. Спасибо его родителям, спасибо его близким, что они воспитали вот такого прекрасного героя, который стал гордостью для всех анапчан. К памятнику майору Вячеславу Евскину на одноименном бульваре возлагают корзины цветов от благодарных анапчан, ветеранов, сослуживцев. Сестра героя Валентина Евскина-Медведева поблагодарила анапчан за то, что бережно хранят память и передают ее следующим поколениям. Никита Бойко, Александр Ребеко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.